Добро пожаловать в наше следующее видео, что происходит, профессор. И снова приветствую вас, Вальтер. Добрый день, Мартин. Мы сказали, что собираемся поговорить об этом вопросе, верно? Поэтому мы должны вникнуть в это. Давайте начнем с молитвы. Отец Небесный, большое спасибо за то, что снова собрал нас вместе. Мы просим тебя благословить обсуждение, благословить зрителей, а также помоги нам распознать то, что происходит в мире. Во имя Иисуса. Аминь. Да, у нас теперь уже есть новая энциклика, о которой мы упоминали в прошлом выпуске. Я думаю, нам просто нужно вкратце просмотреть ее и посмотреть, о чем она говорит. Потому что обман — обман, это название игры, не так ли? И сегодня мы собираемся разоблачить главного обманщика. Мы собираемся попробовать. Это непростая задача, потому что он очень хорош в том, что он делает. Итак, это последняя энциклика Папы Франциско. Это взято из веб-сайта Ватикана, энциклика фрателли Тутти, святого Папы Франциско о братстве и социальной дружбе. На самом деле, этот документ католический социальной доктрины, но это очень хорошо замаскировано. Очень хорошо замаскировано. Итак, давайте окунемся во все это сейчас. И давайте сразу же перейдем к этой статье, которая появилась 6 октября 2020 года, издание «Крукс», где епископ Майкл Ценни высказывается свое мнение об этой энциклике. Статья имеет название «Кардинал говорит, что новая энциклика Папы является предупреждением мир на грани». Это почти как изменение климата на грани. Все должно измениться прямо сейчас. Есть крайний срок. Да, есть крайний срок. Один из главных советников Папы Франциско сказал, что понтифик считает текущую мировую ситуацию в сопоставимой с Кубинским ракетным кризисом. Второй мировой войны или 11 сентября. И что для полного понимания Папской энциклики, выпущенной в воскресенье, необходимо признать, что мы на грани. Итак, это обычная тенденция о том, что мы делаем сегодня, что происходит в мире. В зависимости от вашего возраста, каково было слышать, как Папа Пи XII произносит рождественские послания во время Второй мировой войны, сказал координар Макл Ценни в понедельник. Или каково было, когда Папа Иоанн XXIII опубликовал «Пасет Интерис» или «После кризиса 2007-2008 годов». Интересно, как они упоминают эти события, верно? Или «После 9 сентября». И я думаю, вам нужно вернуть это чувство и все ваше существо, чтобы оценить фратели Тути. Он продолжает. «Я думаю, что Папа Франциск считает, что сегодня миру нужно послание, сопоставимое с тем, что нам было нужно во время Кубинского ракетного кризиса, во время Второй мировой войны, или 11 сентября, или во время Большого кризиса 2007-2008 годов». Интересно, что мы говорили в прошлом, что этот крах был очень важным, потому что он изменил мировую экономику. Он полностью изменил мировую экономику. И это важно, потому что он фактически приблизил мировую экономику к папской системе. Это просто нужно настроить сейчас. Он сказал, что мы находимся на грани. Нам нужно поступить очень человечным, глобальным и локальным образом. И я думаю, что это один из способов использовать фратели Тути. Это дает очень хорошее представление о настрое этой энциклики. Согласно кардиналу, предыдущая энциклика Папы Франциско Лаудато Си о заботе о творении научила нас, что все взаимосвязано. Фратели Тути учит нас, что все связаны. Итак, мы переходим от экологических, глобальных проблем к проблемам человека. Если мы возьмем на себя ответственность за наш общий дом и за наших братьев и сестер, тогда я думаю, что у нас действительно есть хорошие шансы, и моя надежда возродится и вдохновит продолжать идти и делать больше, сказал он. Мы в экспресс-поезде. Сенни утверждал, что это не роль церковных лидеров, даже Папы, чтобы указывать нам, как управлять нашей экономикой или нашей политикой. Однако, это важное слово, верно? Папа может вести мир к определенным ценностям, и это то, что Папа делает в своей последней энциклике, напоминая, что экономика не может быть в роли водителя политики. Итак, он собирается дать моральную директиву относительно того, куда мы движемся с этой штукой. Я действительно читал энциклику, и я думаю, мы должны просто прочитать несколько вещей. Мы собираемся рассматривать всю энциклику, это займет у нас очень много времени, но всего несколько основных моментов. Прежде чем мы продолжим исследование этой энциклики, я должен сказать, что она написана очень красочным языком, но в этом языке скрыты определенные моменты, которые становятся очень важными для мира в то время, в которое мы живем. И у нее гораздо более глубокие корни, чем кажется на первый взгляд. Итак, вот эта энциклика, и мы будем прокручивать энциклику вниз. она начинается с фрателли Тути, с этих слов, как святой Франциск Азийский обратился к своим братьям и сестрам и предложил им образ жизни, отмеченный ароматом Евангелия. Из советов, которые предложил Франциск, я хотел бы выбрать тот, в котором он призывает к любви, которая преодолевает барьеры географии и расстояний и объявляет благословенными всех тех, кто любит своего брата так же сильно, так и когда он далеко от него, так и когда он с ним близко. Итак, он начинает с нас, поэтому его образцом для подражания является святой Франциск Азийский. Теперь у меня с этим проблемы с самого начала, потому что мой образец для подражания Иисус Христос. это было бы отправной точкой, с которой я бы начал. Но для римского католика, я думаю, святой лучше истолкователь. Но это также потому, что они поместили их и папу на место Иисуса, верно? А теперь давайте просто прочитаем некоторые из заявлений. Мы не собираемся читать слишком много, только некоторые из них. пункт номер два. Он говорит, «Этот святой братской любви, простоты и радости, вдохновивши меня написать энциклику Лаудато Си». Итак, он ссылается на Лаудато Си. Вы не можете разделить эти две, поэтому одна имеет дело с окружающей средой, а другая с человечеством. Эти двое должны идти вместе. Побуждает меня еще раз посвятить эту новую энциклику братству и социальной дружбе. Франциск чувствовал себя братом солнца, моря и ветра, но знал, что он был даже ближе к ним в своей плоти. Теперь мой молодой брат, что это? Пантеизм. Пантеизм в лучшем виде. Была ли Лаудато Си переполнена пантеизмом? Да, это пантеистическая религия. Это земная пантеистическая религия, в которой человек выставляет себя как свое собственное божество. Это очень опасное, опасное вступительное заявление. Куда бы он ни пошел, он сеет семена мира и шел рядом с бедными, брошенными, немощными и изгоями, наименьшими из своих братьев и сестер. Это задает тон католической социальной доктрине. Христос пришел спасти все человечество. Иисус сказал, что бедные всегда будут с вами. В мире есть несоответствия, которые несправедливы, но то, как они используют ситуацию, которую они часто сами создают. Вот что пугает. А затем он начинает с разговора без границ. Без границ. Но мне нужно вдаваться в подробности. Мы знаем, что Дональд Трамп очень строго придерживался границ. Там была проблема с границами. Поэтому он идет в этом направлении. Он даже говорит о стенах и обо всех этих проблемах. Франциск не вел совестную войну, направленную на навязывание доктрин. Он просто распространял любовь Божью. Он понимал, что Бог есть любовь и пребывающие любви пребывают в Боге. Он цитирует 1 Иоанна 4,16. Таким образом, он стал для всех отцом и вдохновил на создание братского общества. Проблема с этим предложением в том, что именно сколько людей верят сегодня, что все, что нам нужно, это проповедовать о любви Иисуса и ничего другого. Может быть, просто любить и не упоминать Иисуса. И что эти доктрины это проблема. Вот почему Франциск не вел словесную войну, направленную на навязывание доктрин. Потому что это вызывает разделение. Да, это вызывает разделение. И Папа Франциск сказал убрать это. Убрать доктрины, верно? Итак, они не хотят доктрин, они хотят их социальную теологию. Теперь их социальная теология будет работать, конечно, только если будет достаточно бедных людей, которых они смогут принять. Поэтому, чем беднее они смогут сделать общество, тем больше у них шансов добиться успеха в получении власти, которую они не хотят. Это очень опасный прецедент. И теперь он снова обращается к Лаудату Си. При подготовке Лаудату Си источником вдохновения был мой брат Вархоломей, ортодоксальный патриарх, и он говорит, что у него был великий имам Ахмад Ат-Тайм. Он также был источником вдохновения, с которым я встретился в Абу-Даби. Настоящая энциклика поднимает и развивает некоторые важные темы, затронутые в документе, который мы оба подписали. Итак, все это было подготовлено заранее, и похоже, что мега-религии мира находятся на борту. Ты когда-нибудь был на Ближнем Востоке? Ты когда-нибудь был в этих странах на Ближнем Востоке? Нет. Там у вас огромная пропасть между богатыми и бедными. Это очень благодатная почва для католической социальной доктрины. И так как и более бедные страны, страны третьего мира, будь они в Африке, будь они в Южной Америке, целью являются протестантские страны, которые развили форму изобилия, несовместимую с остальным миром, и которую необходимо уничтожить, потому что это способ, которым вы управляете человечеством, верно? Если вы это поймете, то увидите, куда они на самом деле направляются. Конечно, он должен упомянуть пандемию, COVID-19, причины, по которым нам нужны быстрые изменения. любовь, кто думает, что единственный урок, который нужно усвоить, это необходимость улучшить то, что мы уже делали, или усовершенствовать существующие системы и правила, отрицает реальность. Нам нужны изменения, новая норма, большая перезагрузка. Мы должны перейти к большой перезагрузке. Интересно, что здесь не упоминается какое-либо конкретное законодательство. Он не рекламирует воскресенье или что-то еще. Он сделан это раньше. Он просто подчеркивает лаудату си. И в нем это было уже сделано. Это было сделано, поэтому нам не нужно туда обращаться. Итак, если мы продолжим, и здесь у него снова эта тема. Итак, давайте будем мечтать, как единая человеческая семья. Это глобалистская повестка дня. Это программа единого мирового правительства. Это папская повестка дня. Какую часть мира он хочет контролировать? Весь мир. Какая часть мира должна соответствовать его философии? Вся. Если мы возьмем лагерь Трампа и лагерь Байдена, которые больше соответствуют идее нового мирового порядка, лагерь Байдена, верно? Это становится для меня очень интересным, потому что, как мы обсуждали в прошлый раз, в обоих есть элементы царя Северного, и оба они выступают за католицизм. И как мы уже обсуждали в последнем обсуждении, этот папа и папство цена мечтают о мировом господстве. Мировое господство, единый мировой порядок. Философия Дональда Трампа, хотя церковь государства очень сильна в той философии, которая является частью римской философии, у нее очень сильна философия единого мирового правительства. Читаем дальше. Темные облака над закрытым миром, разбитые мечты, он продолжает эту проблему, и он говорит, однако наши дни похожие демонстрируют признаки определенного регресса. Древние конфликты, которые считались давно похороненными, вспыхивают заново, в то время, как примеры близорукового экстремистского обидчивого агрессивного национализма растут. Кого он имеет в виду? Трампа? В некоторых странах концепция народного и национального единства, находящаяся под влиянием различных идеологий, порождает новые формы эгоизма и утраты социального смысла под видом защиты национальных интересов. Итак, очевидно, что это столкновение, верно? Тезис, антитезис, синтез. Что интересно в этом столкновении, так это то, что многие люди видят в Трампе героя, потому что он собирается избавиться от этого нового мирового порядка. Но здесь он это рекламирует, папа это рекламирует. Если вы возьмете, например, QAnon, очень много людей возлагает на него надежды. В последнее время социальные сети запретили все упоминания QAnon. Они также заявили, конечно, что нынешний папа будет удален, и что Ратсингер снова вступит во владение, но он уже довольно стар. Я думаю, это все неизбыточная мечта. Где-то по ходу будет синтез. И тогда они работают над этой проблемой. Давайте продолжим. Он очень настойчив. Нет плана для каждого. Нам нужно глобальное управление. Нам не нужно вдаваться во все это. Он говорит о братской любви, любви друг друга, любви к нашим различиям. Евангелизация совершенно не в теме. Мы все должны жить бок о бок, счастливо, признавая, что другой так же правдив, как и мы. Но Евангелие это совершенно другое. Евангелие говорит, да, и так идите, научите все народы, сделайте их учениками. это полностью выходит за рамки нового мирового порядка. Он говорит о одноразовом мире, нам не нужно все это читать на таком красочном языке. Он говорит о недостаточности универсальных прав человека и прав женщин и всего прочего, о рабстве, обо всех этих вопросах. он упоминает их. И конфликт, и страх перед человечеством, искушение построить культуру стен. Откуда это взялось? Трамп. говорит о стенах, чтобы воздвигнуть стены, стены в сердце, стены на земле, чтобы предотвратить эту встречу с другими культурами, с другими людьми. Он хочет объединить человечество в одну смесь. Кто разделил культуры? Бог. Означает ли это, что Бог хотел изолировать культуры? Нет, очевидно, нет. Нужно было познакомиться с людьми, но Бог призвал, что есть различия, эти различия должны исчезнуть. Я не против иммиграции. Или миграции, как некоторые люди говорят. Я просто говорю, какова воля папства. Глобализация и прогресс без общей дорожной карты. Не сработает, нужна общая дорожная карта, но мы должны разобраться в деталях этого документа. Он говорит здесь, в современном мире исчезает чувство принадлежности к единой человеческой семье. А мечта о совместной работе во имя справедливости и мира кажется устаревшей утопией. Вместо этого царит холодное, комфортное и глобальное безразличие, порожденное глубоким разочарованием, скрытым за обманчивой иллюзией, мыслью, что мы все могущие, но не способность понять, что все мы находимся в одной лодке. Звучит очень хорошо, верно? Очень хорошо. Но к чему это приведет? Он говорит о пандемии и другие бедствия в истории. Действительно, всемирная трагедия, такая как пандемия COVID-19 на мгновение возродила ощущение того, что мы глобальное сообщество, все в одной лодке, где проблемы одного человека являются проблемами всех. Еще раз мы поняли, что никто не спасается в одиночку, мы можем спастись только вместе. Это интересно. Коллективное спасение. Если такое в Библии, нет. Ты можешь работать над своим собственным спасением. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Итак, на самом деле они говорят о том, чтобы избавиться от своей индивидуальности ради общего блага. Как я уже говорил, в эти дни шторм обнажил нашу уязвимость и выявил те ложные и излишние уверенности, на которых мы строили наши ежедневные графики, наши проекты, наши привычки и наши приоритеты. Среди этой бури упал фасад тех стереотипов, которыми мы маскировали наше эго, всегда беспокоясь о внешнем виде и вновь обнажило неоспоримое и благословенное осознание того, что мы часть друг друга, что мы братья и сестры для друга. Мы все едины. При коммунизме все даже носят одну и ту же одежду, ездят на одинаковых машинах, ездят на одинаковых машинах. Все тоже. индивидуальность это то, что нужно потушить. Если посмотрим на человеческую внешность, есть ли два одинаковых человека, даже близнецы, они абсолютно одинаковые. Итак, Бог, Бог разнообразия или Бог однообразия? Бог разнообразия. Они смешивают библейское единство, которым говорил Иисус, с их человеческими понятиями. Это очень хороший момент. Да, вы едины, едины по цели. С точки зрения веры в то, откуда мы пришли, кто нас спасает и куда мы идем. Теперь нам не нужно читать все, что он говорит обо всех этих вещах. Его точка зрения здесь, в 35-м пункте. Слишком быстро мы забываем уроки истории учителя жизни. Как только этот кризис здоровья пройдет, наши хуже реакции будут еще более глубокие погружение в лихорадочные потребления и новые формы эгоистичного самосохранения. Дай Бог, после всего этого мы больше не будем думать об их и тех, а только о нас. Если бы мы только не оказались просто очередной исторической трагедией, из которой мы ничего не извлекли. Этот ковид будет максимально использован для стяжения цели. Новая норма. Да, новая норма. Отсутствие человеческого достоинства на границах. Некоторые популистические политические режимы, а также некоторые либеральные экономические подходы утверждают, что приток мигрантов должен преградить ему путь любой ценой. Какое он слово говорит? Соединенные Штаты. Верно, Соединенные Штаты. И любая другая страна, которая отказывается принимать мигрантов, это большая проблема в Европе, большая проблема в Германии, во всем мире, это серьезная проблема. Но папа всегда утверждал, что у нас должны быть мигранты, мы должны смешать культуры. Мне интересно, хочет ли он смешивать культуры или он хочет смешать религии, потому что культуры приходят с религиями. Миграция более чем когда-либо прежде будет играть решающую роль в будущем нашего мира. Он собирается все смешать. Он собирается все смешать. но также верно и то, что человек и народ могут быть плодотворными и продуктивными только в том случае, если они способны развивать творческую открытость по отношению к другим. Мы должны всех и все смешать. Бестырная агрессия. Теперь это дало свободу идеологиям. Вещи, которые еще несколько лет назад никто не смог сказать, не рискуя утратить всеобщее уважение, теперь могут быть безнаказанно и в самых грубых выражениях высказаны даже некоторыми политическими деятелями. Кого он имеет в виду? Становится скучно, да? Это односторонний разговор все время. Похоже, он говорит о Трампе. Да, это определенно намекает на Трампа. Он должен был сказать, что не только Франциск Азийский вдохновил написать его это. Абсолютно. Здесь есть еще один вдохновитель. Статья 46. Мы также должны признать, что деструктивные формы фанатизма иногда встречаются среди верующих, в том числе христиан. Ему нравится бросать туда камни. И что было его самым большим недовольством у христиан? Христианские основатели. Миноменталисты истинные верующие Библию. И они это определяют. Любой, кто верит в буквальное творение, кто верит, что Иисус искупил наши грехи и так далее. Да, кто верит в буквальное воскресение и все эти вопросы, они враги мира. Они террористы. Включая христиан, они тоже могут попасть в сети словесного насилия через интернет и различные форумы цифрового общения. Интересно, говорит ли он о нас? «Даже в католических СМИ ограничения могут быть превышены». Я думаю, он говорит о церковных активистах. Да, о церковных активистах. «Клевета и злословие могут стать обычным явлением и можно отказаться от всех этих этических норм и уважения доброму имени другого». «Как это может способствовать братству нашего общего отца?» спрашивает он нас. Но Иисус сказал, что «Я пришел принести не мир, а меч». Итак, Евангелие принесет расхождение. Он вырезает Евангелие. Очень важный момент. Его братстве нет места Евангелию. Вот почему Иисус Христос не норма. Святой Франциск становится нормой. информацией без мудрости, формы подчинения и презрения к себе и надежда и очень красочный язык. А затем он подробно обсуждает доброго самарянина. Но он совершенно не понимает, кто такой добрый самарянин. Добрый самарянин это Иисус Христос. И что сделал Иисус Христос? Когда он встретил этого бедного избитого человека, он был в пути. Все остальные прошли мимо. Они спускались из Иерусалима и не проигнорировали этого человека, лежащего там. Но добрый самарянин подошел к нему и дал ему елей и вино, перевязал его раны. масло символ Святого Духа, вино символ учения, доктрины. Он дал ему вина и он дал ему учения, потому что церковь пренебрегла им. А затем он посадил его на своего осла, свое собственное транспортное средство и отвез его в гостиницу, очень странную гостиницу, потому что это также была и больница. Это символ церкви. А потом он сказал владельцу, вот немного денег. Интересно, что он дал ему два пенца. Два пенца и он сказал, я ухожу, но когда я приду снова, я воздам тебе. Но вот деньги, которые необходимы, чтобы позаботиться об этих заброшенных в больнице. Иными словами, в церкви. Теперь, просто ради интереса. Пенни был дневной заработной платой, и так он дал ему двухдневную зарплату. Я разрешу людям подумать об этом самим, потому что в мышлении космической недели день будет тысячи лет. Ну давайте не будем вдаваться в это, потому что у нас будут проблемы с этим. Ну вот интересная мысль. Итак, у него есть эта история, которую вы знаете о бедном и добром самаритянине. Но он не делает Иисуса добрым самаритянином. Мы становимся хорошими самаритянинами. Поэтому мы собираемся пропустить его длинный рассказ об этом добром самаритянине, где он рассказывает обо всех этих проблемах. Интересно, что имамы и все очень заинтересовались этой энцикликой. Вот еще интересное заглавие «Соседи без границ». Это определенно глобализм в большом масштабе. Предвидение и создание открытого мира. Это новый мировой порядок, верно? И снова у него есть тема здесь «Открытые общества, которые объединяют всех». Неадекватное понимание всеобщей любви, любовь, способная преодолевать границы, является основой того, что в каждом городе и стране можно назвать социальной дружбой. Подлинная социальная дружба в обществе делает возможной истинную всеобщую открытость. Он явно имеет в виду католическую социальную доктрину. Мы увидим, что он переходит к этой сути немного позже в этой энциклике. Теперь, какова роль церкви, по мнению Папы? Это продвигать моральные ценности. Теперь в его случае, чьи моральные ценности? Его собственные, церкви, верно? Не библейские. Поэтому он пишет, мы также не можем не упомянуть, что поиск и преследование доработок других и всей человеческой семьи также подразумевает помощь отдельным людям и обществам в созревании моральных ценностей, которые способствуют целостному человеческому развитию. Теперь эти моральные ценности исходят от папства. Он наращивает шаг за шагом. Шаг за шагом. Он пишет, здесь, к сожалению, я чувствую себя обязанным повторить, что с нас хватит аморальности и издевательств над этикой, добротой, верой и честностью. Пришло время признать, что беззаботная поверхность не принесла нам пользы. Как только основы социальной жизни разъединятся, начинается борьба за конфликт интересов. Давайте вернемся к продвижению блага. Какого блага? Общего блага. Для себя и для всей человеческой семьи. И таким образом вместе продвигаемся к подлинному и целостному росту. Каждое общество должно гарантировать, что ценности передаются, иначе то, что передается по наследству будет эгоизмом, насилием, коррупцией в его различных формах, безразличными и в конечном счете жизнью близкой к трансцендентности и укоренившейся в личных интересах. Индивидуальность должна исчезнуть. Нам нужны общие ценности, общее благо. Как вы сказали в предыдущем эпизоде, свобода вероисповедания длится до тех пор, пока она не противоречит общему благу. Абсолютно. И если мы этого не поймем, этот язык, на котором это написано, запутает людей. Если вы не понимаете смысла папского мышления, вы упустите суть того, что он пишет. что он делает. Когда мы говорим о необходимости заботиться о нашем общем доме, нашей планете, мы обращаемся к той искре универсального сознания и взаимной заботы, которая может все еще присутствовать в сердцах людей. людей, это общее благо. Да, и всеобщее сознание звучит чуть ли не как новый век. Да, это очень новый век, это очень новая повестка дня. Те, кто наслаждается избытком воды, но предпочитают беречь ее ради большой человеческой семьи, достигли морального уровня, который позволяет им смотреть за пределы себя и группы, с которой они принадлежат. как чудесно человечество. Такое же отношение требуется, если мы хотим признать права всех людей, даже тех, кто родится за пределами наших границ. Опять же, это гуманизм. Бог исключен из поля зрения. И мораль, которая побуждает вас сделать что-то хорошее, исходит изнутри, из человечества, что является мышлением New Age или Новый век. Это New Age мышление. Это не библейский взгляд. Общее предназначение созданных товаров. Теперь становится интересно. Это привело их к осознанию того, что если одному человеку не хватает того, что необходимо для достойной жизни, это потому, что это удерживает другой человек. Это очень интересный образ мышления. Итак, если у вас есть что-то, а у другого человека нет, вы виноваты, потому, что у вас есть. Не другой человек, потому, что они заботятся об этом. Есть некоторые, у которых нет этого, о них нужно позаботиться. Это типичная социальная доктрина римско-католической церкви. святой святой Иоанн Златоуст резюмирует это так. Не делиться своим богатством с бедными значит грабить их и лишать их средств к существованию. Другими словами, если у вас есть что-то, вы вор. Богатства, которыми мы обладаем, не наши собственные, но также и их. По словам святого Григория Великого, когда мы обеспечиваем нуждающихся их основными потребностями, мы даем им то, что напряжет им, а не нам. Нет, это не библейское мышление. Если вы предоставляете нуждающимся средства, чтобы они могли позаботиться о себе, если вы обучаете людей, если вы даете им стимул работать и достигать, тогда им не нужно искать богатство в чужом доме. Это отражение энциклики рэрум новарум. Мы поговорим об этом через пару минут. Это католическое социальное мышление в лучшем или, на мой взгляд, в худшем состоянии. Теперь он цитирует Папу Иоанна Павла Второго, и в Соединенных Штатах есть его святыня, и Дональд Трамп посетил эту святыню. Интересно, действительно ли он доволен теологии Папы Иоанна Павла? Он упомянул в предыдущем видео, что на самом деле да. Это довольно странно. Со своей стороны, я хотел бы заметить, что христианская традиция никогда не признавала право на частную собственность, как абсолютные или неприкосновенные. Это католическая социальная доктрина. Мы рассмотрим это. и подчеркивала социальную цель всех форм частной собственности. В римско-католическом мышлении вам разрешено владеть собственностью, но эта собственность не принадлежит вам, она принадлежит для социального развития. Если довести это до крайности, как это делают в некоторых странах мира, если у вас есть участок земли, и он нужен другим, они могут его забрать. Это ваш общественный долг, обеспечивает их, потому что у вас есть. вероятно, это также ваш общественный долг продолжат платить взнос за землю. Теперь это становится очень интересно. Дальше говорится, принцип всеобщего использования созданных благ является первым принципом всего этического и социального строя. Это очень увлекательно. Поэтому если у вас есть что-то, то вы владеете этим только для общественного блага. Я когда-то работал в учреждении, которое подарило мне сотовый телефон, потому что нам нужно было общаться. Но мобильный телефон был социальным пособием. Любой другой, кто останавливал вас и нуждался в мобильном телефоне, вы должны были отдать его ему. Но счет приходил вам. Это интересно. Очень интересно. Итак, то, что у тебя есть, на самом деле не твое. Если у тебя есть машина, она не твоя. Если кому-то она нужна, они могут ее взять. Это естественное и неотъемлемое право, имеющее приоритет над другими. Все другие права, связанные с товарами, необходимые для полного осуществления людьми, в том числе право частной собственности и любого другого вида собственности, должны, по словам святого Павла VI, никоим образом не препятствовать этому праву, но должны активно способствовать его реализации. У вас ничего нет. Он имеет в виду энциклику Папы Иоанна Павла II, и он имеет в виду энциклику Папы Павла VI. Мы должны бегло взглянуть на эти энциклики. Никоим образом не препятствовать этому праву, но должно активно способствовать его реализации. Право на частную собственность можно рассматривать только как вторичное естественное право, вытекающее из принципа универсального предназначения создаваемых товаров. Это имеет конкретные последствия, которые должны быть отражены в работе общества. Однако часто случается, что вторичные права вытесняют первичные и преимущественные права, что на практике делает их неактуальными. Итак, вы используете свою собственность для себя, но это плохо. Это запрещено в католическом мышлении. в средние века у них было духовенство, а затем у них была элита, элита была землевладельцами, и крепостные вынанимали у них землю, но они не владели землей. Итак, мы собираемся перейти к аналогичной системе в этом порядке. Итак, крупная компания предоставляет жилье, и вы становитесь рабом компании. Эти компании позже заняли место элитных земледельцев древних времен, дворяне, в кавычках. Итак, у нас такая же система права без границ. Таким образом, никто не может оставаться исключенным из-за своего места рождения, а тем более из-за привилегий, которыми пользуются другие, родившиеся в странах с большими возможностями. Пределы и границы отдельных государств не могут этому помешать. Итак, если вы стали богатой нацией, потому что вы трудолюбивый народ, то вам придется отдать это бедным людям. Вы должны. Это католическая социальная доктрина. Все должны быть равны. Любая голова, которая появляется над другими, должна быть отрублена. Развитие не должно быть нацелено на накопление богатства немногими, но должно обеспечивать права человека, личные и социальные, экономические и политические, включая права наций и народов. Итак, что применимо к личности? Применимо к нациям. Итак, капитализм во всех его формах должен исчезнуть. Альтернатива государство владеет всем. Но и это по католицизму тоже неправильно. Итак, у нас есть тезис, и у нас есть антитезис. Давайте перейдем это в политическую плоскость. У нас есть Трамп и у нас есть Байден. Они оба неправы. Оба неправы. Нам нужен синтез. Церковь и государство вместе. У вас есть частная собственность, но только по социальной ипотеке. И все, что у вас есть, не ваше. Интересно, в предыдущем видео Байден сказал, что он живет социальной доктриной Римской католической церкви. Берни Сандерс хвастался этим фактом, что он отправился в Ватикан и там принял участие в этих экономических дискуссиях. он хвастался, что его философия это католическая социальная философия. Американцы посмотрели на него и сказали, это человек экстремал. Но они еще ничего не увидели. Они еще ничего не увидели. Давай продолжим. Просто еще одна вещь, которая сейчас пришла мне в голову. Не только Эмм Барретт принадлежит той группе людей хвалы. Судя по статьям, у них есть уже своего рода социальная сеть. Все принадлежит всем, чем они делятся. Совершенно верно. Итак, католическая социальная доктрина, когда это становится нормой, мы поймем, к чему это на самом деле ведет. Мы поговорим об этом через минуту. Право на частную собственность всегда сопровождается основным и приоритетным принципам подчинения всей частной собственности универсальному назначению земных благ и, следовательно, право всех на их использование. У вас ничего нет. Теперь, это библейский взгляд? Нет. Если у нас история в Библии, где правительство хотело отопрать землю у частного землевладельца, ты помнишь историю с Ахавом и виноградник Навуфея? Ахав хотел виноградник. И Ахав сказал, я хочу этот виноградник. Но Навуфей сказал ему, извини, это мое наследство от кого? От Бога. Это мое Богом данное право. Это не твое. Ты помнишь, что сказал ему, не волнуйся, я тебе достану его. Иезавель. Иезавель служит своего рода прообразом кого? Римско-католической церкви. Ага, откуда мы это знаем? Потому что если вы пойдете в церковь средних веков, книги откровения, там будет Иезавель, которую терпит церковь. она имеет дело с пурпурным и красным цветом римско-католической церкви. Она так, то сказала, я достану его для тебя. Итак, кто же руководил, царь или Иезавель? Иезавель. Его лицо было грустным, как сказано в Библии. И Иезавель. Что она сделала? Она убила его. Она убила его. Итак, как ты думаешь, мог ли правительство иногда санкционировать убийство людей, владеющих землей? Как ты думаешь, это может случиться? Почему подстрекательство церкви с подачей Иезавели? Итак, вот, что мы здесь видим. И здесь совершенно ясно говорится, что епископы Соединенных Штатов учили этому. Как учили епископы Соединенных Штатов, существуют основные права, которые предшествуют любому обществу, потому что они вытекают из достоинства, представленного каждому человеку, сотворенному Богом. Это общее благо, и это естественный закон. Естественный закон. Он пишет, то, что применимо к нациям, верно для разных регионов внутри каждой страны, поскольку часто существует слишком большое неравенство. Итак, это универсальное правило, универсальный закон. Во многих случаях погашение долга не только не способствует развитию, но и серьезно ограничивает и обуславливает его. при соблюдении принципа, согласно которому все законно приобретенные долги должны быть погашены, то, как многие бедные страны выполняют это обязательство, не должно ставить под угрозу само их существование и рост. На самом деле, он призывает к полной отмене нашего долга. В своей речи он обратился к Организации Объединенных Наций, он сказал, пожалуйста, избавьтесь от этого. Куда делась большая часть денег, которые пошли бедным странам? Куда они пошли? Они достались людям или попали в карманы руководителей? Границы и их пределы. Наш ответ на прибытие мигранта можно описать четырьмя словами. Приветствовать, защищать, продвигать и интегрировать. Та же история. Я не против миграции. Но если эта миграция с целью ограбить тех, кто имеет и присвоить себе это как по праву принадлежащее, то в Библии это называется воровством. Это против заповедей Божьих. Вся эта энциклика противоречит заповедям Божьим. Но ее хвалят, потому что у нее такой нежный язык любви и доброты. И все это под одеждой любви к ближнему. Абсолютно верно. Но это извращение любви к ближнему. Прибытие тех, кто отличается от других, принадлежащих другим образом жизни и культурам, может быть подарком, поскольку историями мигрантов всегда является историями о встрече между людьми и культурами. Нет ничего плохого в миграции. Ничего плохого в этом вообще нет. Но когда вы мигрируете, чтобы забрать, тогда у вас возникает проблему. Здесь он говорит, латиноамериканская культура это фермент ценностей и возможностей, который может значительно обогатить Соединенные Штаты. Это все достаточно честно, но за повесткой дня стоит смешать религии, привлечь больше католиков, чтобы католическое голосование изменило мышление. Он сказал, следует помнить, что существует врожденные противоречия между глобализацией и локализацией. Он наставит на глобальной повестке дня. Это папская повестка дня. Существует своего рода местный нарциссизм, не связанный со здоровой любовью к своему народу и культуре. Это порождено определенной незащищенностью и страхом перед другим, что приводит к отвержению и желанию возвести стены для самообороны. Итак, наличие определенной культуры становится уголовным преступлением. Итак, если вы немец и у вас немецкая культура, она должна исчезнуть. Она не вписывается в понятие общее благо. Она должна уйти, она должна исчезнуть. Итак, очень интересная энциклика. На самом деле, здоровая открытость никогда не угрожает личности. А что если люди угрожают живущим в стране? А затем в пятой главе он спрашивает о лучшей политике. Развитие глобального сообщества братства, основанного на практике социальной дружбы со стороны народов и наций, требует более совершенной политики, действительно служащей общему благу. К сожалению, сегодня политика часто принимает формы, которые препятствуют продвижению к другому миру. Мы движемся к новому мировому порядку. И когда цари мира отдадут свою власть этому зверю, они узнают, каковы на самом деле цари Рима. Но будет слишком поздно. Мне интересно, что он говорит о кризисе 2007-2008 годов. дал возможность развить новую экономику. Давайте просто подумаем об этом новой экономике. Что это была за новая экономика? Что там произошло? Весь мир был в долгах и рушился. И им пришлось выручать всех. Итак, кто кого выручил? Правительство спасло промышленность миллиардами долларов, верно? Были ли у правительства деньги? Нет. Итак, как выручить кого-то, если у вас нет денег, чтобы выручить его? Итак, они создали деньги, верно? И выручили их. Они напечатали деньги. Давай просто подумаем об этом. Пусть слушатели задумаются над этим вопросом. Это очень интересный вопрос. До кризиса 2007-2008 годов была частная собственность и была государственная. частная промышленность и государственная. Это был первый шаг к избавлению от этой индивидуальности. Итак, когда правительство выручали отрасль, это было в форме займа или в форме просто поддержки? В форме поддержки. Поэтому кредиты не нужно было возвращать и так. Что произошло после 2007-2008 года, так это то, что правительство и промышленность стали партнерами. Почему было необходимо, чтобы они стали партнерами? Чтобы сообщество не пострадало, верно? Иначе все рухнуло бы, сообщество бы пострадало. Итак, правительство и промышленность в партнерстве друг с другом ради общества это определение фашизма. Это фашистская система правления. Это та система правления, которую Рим хочет. Так что первым шагом к достижению этого мирового глобального экономического порядка был экономический крах 2007-2008 годов. Потому что он принес форму универсального фашизма, говоря экономически. Мы не говорим о фашизме в целом, это совсем другое. Очень увлекательно. Поэтому нужно было разработать новую экономику. Мы разберемся с этим через минуту. Я также настаиваю на том, что давать каждому свое, цитируя классическое определение справедливости, означает, что ни один человек или группа не может считать себя абсолютным, имеющим право обходить достоинства и права других людей или их социальных групп. Итак, у вас не может быть собственной личности. Ты не можешь иметь. А что если вы религиозная идентичность, отличная от остальных? Вам придется измениться? Да, вам придется измениться. Эффективное распределение власти, особенно политическое, экономическое, оборонное, технологическое между множеством субъектов и создание юридической системы для регулирования требований и интересов являются одним из конкретных способов ограничения власти. Очень интересно. Итак, вам не разрешено быть личностью. В этой связи я бы также отметил необходимость реформы организации объединенных наций. Он очень занятый человек. А также экономические институты и международные финансы, так что концепция семьи наций может обрести настоящие зубы. Мы куда-то направляемся. Мы куда-то направляемся. Смелость и щедрость необходимы для того, чтобы свободно ставить общие цели и обеспечивать соблюдение во всем мире определенных основных норм. А что это значит? Интересно, включены ли католическая мораль и католическое поклонение Богу Солнцу в эту основную норму? Он сказал это на Laudato C, на что он ссылался много раз. И кажется, что ваша индивидуальная или групповая идентичность должна вступить место этой новой норме. многое нужно изменить посредством фундаментальной реформы и серьезного обновления. Только здоровая политика, включающая самые разные секторы и навыки, способна контролировать этот процесс. Интересно, выставляет ли он себя главным кукловодом, моральный лидер мира? Нам нужна политическая любовь, чтобы сделать это. Теперь перейдем к мелочам. В то время, когда различные формы фундаменталистической нетерпимости разрушают отношения между отдельными людьми, группами и народами, любая идея, о которой мы могли бы говорить, давайте будем стремиться жить и учить ценности уважения другим, любви, способной приветствовать различия и приоритета достоинства каждого человека, превозмогая свои идеи, мнения, практики и даже грехи. Даже когда форма фанатизма, замкнутости и социальной и культурной раздробленности распространяется в современном обществе, хороший политик сделает первый шаг и будет настаивать на том, чтобы были услышаны разные голоса. Разногласия вполне могут привести конфликт на многодинообразие душит и ведет к культурному упадку. Давайте не будем довольствоваться тем, что мы заключены в один фрагмент реальности. Итак, если у вас есть определенная религиозная норма, вам лучше подготовиться или отплыть. в этой связи великий имам Ахмад Ат-Таеб и я призван архитектором международной политики и мировой экономики усиленно работать над распространением культуры, терпимости и совместной жизни в мире. Звучит очень хорошо. Две основные религии, о которых он говорит. Две основные религии. Когда одна часть общества эксплуатирует все, что может предложить мир, действует так, как будто бедных не существует, в конечном итоге будут последствия. Рано или поздно игнорирование существования и прав других выльется в ту или иную форму насилия, часто в самый неподходящий момент. Свобода, равенство и братство могут оставаться высокими идеалами, если они не распространяются на всех. Теперь, брат мой, ты создал бедность в этом мире? Ты пришел в этот мир очень богатым или ты пришел в этот мир как все? Как все. Приходилось ли тебе работать, чтобы достичь всего, чего ты достиг в жизни? Да. Это твоя вина, если правительство или система подавляют других? Это очень насторонний взгляд на мир. Итак, продолжим. Мне интересно, что он говорит. Истина, по сути, является неразлучным спутником справедливости и милосердия. Конечно же, правда. Но о чьей истине он говорит? О церковной. Не о библейской истине. На кресте справедливость и милосердие поцеловали друг друга. Вот где вы найдете истину. Истина находится в Иисусе Христе и в Его Слове и Его законе. Это абсолютно противоречит всему, чему учит Библия. Я должен просто сказать, римская церковь не просто церковь. Верно, верно. Вот о чем мы говорим. И он ссылается на епископы в Южной Африке. Он вводит во весь мир в интегрированной форме. В пункте 275 он говорит «Следует признать, что среди наиболее важных причин кризиса современного мира нечувствительность человеческого сознания, дистанционирование от религиозных ценностей и преобладающий индивидуализм, сопровождаемый материалистической философией, которая обожествляет человеческую личность и вводит мирские и материальные ценности на место высших из трансцендентных принципов». Интересно, что человеческая совесть была дестабилизирована, но кем? Разве это не СМИ? Как ты думаешь, Голливуд сыграл свою роль? Итак, иезуитский театр сыграл свою роль в этом. Итак, они создают кризис, они создают хаос, а затем из хаоса они создают свой новый мировой порядок. Очень интересно. Индивидуализм должен исчезнуть. И это связано с религиозными ценностями. С чем религиозными ценностями? Римской церкви. Да, Римской церкви. Если я считаю это верно, он говорит, что вас не должен предобладать индивидуализм, поэтому вам не разрешается отдельная религия. Вы должны служить общему благу. Свобода религии действительно только до тех пор, пока она служит общему благу. А кто определяет общее благо? Римско-католическая церковь. Вот почему здесь сказано, необходимо освободить место для размышлений, рожденных религиозными традициями. «Но тщетно чтут меня, уча учениям и заповедям человеческим». Вы заменили закон своими традициями, которые являются хранилищем многовекового опыта и мудрости. Он снова ставит традицию выше Слова Божьего. Это очень опасная энциклика. По этим причинам церковь уважая автономию политической жизни не ограничивает свою миссию частной сферы. Церковь и государство вместе. Напротив, она не может и не должна оставаться в стороне, в построении лучшего мира или не способна пробудить духовную энергию, которая может способствовать улучшению общества. Верно, что религиозные служители не должны участвовать в партийной политике, которая является собственностью мирян, но они также не могут отказываться от политического измерения самой жизни. Церковь будет диктовать и они проводят различия между мирянами и иерархией. Опять же, это не библейское понятие. Уильям Барр сказал то же самое. Точно. И он постоянно говорит, это предполагает постоянное внимание к общему благу и заботу о целостном человеческом развитии. Эта энциклика готовит почву для происходящего в мире. Нам совсем не обязательно читать все это, но это вот интересно. Церковь играет общественную роль сверх ее благотворительной и образовательной деятельности. Она работает на продвижении человечества и всеобщего братства. Она не претендует на то, чтобы соревноваться с земными силами, но предлагает себя в качестве семьи среди семей. Эта церковь открытая для свидетельства в современном мире, открытая для веры, надежды и любви к Господу и к тем, кого он любит вместе, предпочитая любовь. Дом с открытыми дверями. Церковь этот дом с открытыми дверями, потому что она мать. Она мать всех церквей. Она Великий Вавилон. На челею написано тайно Вавилон Великий. И затем он вводит язычество, говоря, для многих христиан это путешествие братства также имеет мать, имя которой Мария. Получив это всеобщее материнство у подножия Христа, она заботится не только об Иисусе, но и об остальных своих детях. Теперь, Хатима пообещала, что весь мир будет у ног римско-католической церкви или, скажем, Мария, как Хатима. Интересно, что они назвали Хатима, и это, конечно, объединяет и мусульманский мир с католическим миром. Но как бы это ни было, я думаю, мы прочитали достаточно этой энциклики, чтобы понять суть. Я хочу обратить внимание зрителей на книгу, которая называется «Церковная мания величия», написанная Джоном Робинсоном. Это очень увлекательная книга. Если вы хотите узнать больше о католической социальной доктрине, экономических принципах римско-католической церкви, вам будет разумно прочитать эту книгу. Я просто хочу прочитать здесь одно или два утверждения, которые могут вас заинтересовать. Он цитирует здесь мансиньора Джона Райана, римско-католического архитектора, и, конечно же, он был иезуит. И здесь говорится, «Но конституции могут быть изменены, и некатолические секты могут упасть до такой степени, что их политические предписания могут стать осуществимым или целесообразным». «Какая тогда у них защита от католичества государства?» Это интересно. Последние могли логически терпеть только такую религиозную деятельность, которая была ограничена членами несогласных групп. Он не мог разрешить им вести общую пропаганду или предоставить их организациям определенные привилегии, которые часто предоставляются всем религиозным корпорациям, например, освобождению от налогов. Церковь будет править. В 1948 году Иезуит Кавали объяснил политическую стратегию римско-католического государства. Здесь говорится, «Римско-католическая церковь, убежденная благодаря своим божественным прерогативам быть единственной истинной церковью, должна требовать права свободы только для себя, потому что таким правом можно обладать только по истине, а не по ошибке. В государстве, где большинство людей являются католиками, церковь будет требовать, чтобы законное существование было отказано в праве на ошибку и чтобы, если религиозные меньшинства активно существуют, они должны существовать только де-факто, без возможности распространять свои убеждения. это иезуитское мышление. Если вы принадлежите какой-то группе, которая верит в Библию, которая считает, что Иисус единственный путь к спасению, которая считает, что Слово Божье является нормой и стандартом для вашей жизни, которая верит, что закон Бога в целом связывает все десять заповедей, вы будете преданы анафонями в глазах этой церкви. Айн Ред была права, когда писала в 1967 году, католическая церковь никогда не оставляла надежды восстановить средневековый союз церкви и государства с глобальным государством и глобальной теократией в качестве своей конечной цели. Он пишет «Дальнейшее римское церковное государство в 20 веке однако является институтом выздоравливающим после смертельной раны». Это библейский язык от экономиста. Если когда-нибудь оно вернется в полную силу и авторитет, оно установит режим более зловещий, чем когда-либо видела планета. И если люди все еще не верят нам, давайте просто рассмотрим несколько папских утверждений, чтобы показать, что эта энциклика полностью соответствует папскому мышлению и не имеет ничего общего с братством и братской любовью. Она имеет отношение к мании величия и жажде власти. Мне это очень интересно, мой молодой брат, что архиепископ Каугли в 1903 году в Чикаго Трибюн написал следующее «Когда США будут править миром, католическая церковь будет править миром». И поэтому поле битвы находится в Соединенных Штатах Америки. И идеология, которая в конечном итоге проявится там, когда этот тезис и этот антитезис, скажем, столкновение Байдена и Трампа приведет к синтезу, который был подготовлен и уже реализован после экономического краха 2007-2008 годов. Но давайте просто перейдем к некоторым утверждениям. Я просто хочу сказать по этому поводу, что также библейский язык образ зверя передаст свою силу зверю. Все имущество римского церковного государства принадлежит папе он верховный император. Все достаточно ясно. Заявление взято от Томаса Риза в Ватикане политика и организация католической церкви пресса Гарвардского университета. Экономическое мышление римско-католической церкви частная собственность. Фома Квинский не писал трактата по экономике но он думает основываясь на трактате Аристотеля. Очень интересно. Не основанно на Библии. Точно так же как Франциск который является основополагающим для понимания экономической мысли римского церковного государства. Это рост экономической мысли Генри Зигеля. Римско-католическое экономическое мышление развитые папами в их энцикликах и государственными советами Римской Церкви внесла свой вклад в феодализм и виновный социализм Европе в средние века. Фашизм в Италии Испании Португалии Хорватии и Латинской Америке в 20 веке Нацизм Германии в 20 веке Интервенционизм и перераспределение государства на Западе включая США в 20 веке Теологии освобождения в Латинской Америке и Африке в 20 веке И теперь мы идем к кульминации Фома Квински обсуждает частную собственность обладание всем общим естественный закон Фома писал владение всеми вещами совместно универсальная свобода как говорят принадлежит естественному закону потому что с различиями владения и рабства не были введены природой но созданы человеческим разумом для блага человеческой жизни посмотрим как это будет продолжаться сообщество благ пишет Фома приписывает естественному закону не потому что естественный закон требует чтобы все вещи принадлежали совместно и ничто не должно принадлежать как собственному а потому что разделение владений не соответствует естественному закону а скорее возникло из человеческого соглашения которое принадлежит позитивному праву следовательно право собственности не противоречить естественному закону а является дополнением к нему разработанным человеческим разумом они всегда так пишут они пишут так и по сей день чтобы обычный человек не понимал что он говорит На самом деле это звучит так, как будто вы просто продолжаете читать папскую энциклику. Совершенно верно. Он пишет. Следовательно, то, что у некоторых людей есть в изобилии, по естественному закону обусловлено целью обобрать бедняков. Разве мы только что не прочитали это? Мы только что прочитали это в энциклике. Он пишет. Кроме того, поскольку вещи одни принадлежат другим, по естественному закону, вещи одни принадлежат другим, нет греха, если бедняки заберут эти вещи у соседей. Итак, другими словами, вы можете нарушать заповеди Божьи. Это нормально. Я видел, что у моих соседей есть хорошие вещи. Может, я пойду и заберу их себе? Ну, конечно. В случае нужды все вещи являются общей собственностью, так что, казалось бы, не было греха в том, чтобы забрать чужую собственность ради нужды. Итак, кто определяет потребность? Мой младший брат. Согласно этому, вы сами. Вы определяете. А церковь может вам это определить? Верно? По словам Фомы, такое изъятие чужого имущества не только не грех, но и даже не преступление. Для человека законы удовлетворяют свою нужду за счет чужого имущества, забирая его открыто или тайно, бесшумно. Собственно говоря, воровство и грабеж. Собственно говоря, кража не является тайным присвоением и использованием чужой собственности в случае крайней нужды, потому что то, что он берет для поддержания своей жизни, становится его собственной собственностью по причине этой потребности. В случае подобной нужды человек может также тайно забрать чужое имущество, чтобы отдать своему ближнему нужде. В США и во многих странах мира были беспорядки и грабежи. В 99% случаев мародеры уходят безнаказанными, а владельцы сидят и плачут, потому что их товары перераспределены без последствий. Так что больше не нужно спрашивать, почему это происходит, когда люди берут что-то у другого. Вот вы должны фактически избавиться от полиции, избавьтесь от нее, потому что все является общим. У тебя нет права иметь что-то в избытке. Теперь, если у тебя есть магазин, полные вещи, это действительно супер изобилие. Как насчет того, чтобы просто ограбить магазин? Это нормально. Никаких последствий. Церковь говорит, что это не грех. Елимско-католическая доктрина частной собственности повторяется в коммунистическом лозунге 19 века. От каждого в соответствии с его способностями, каждому в соответствии с его потребностями. Итак, права человека важнее права в собственности. Это было кредо великого общества Линда Джонса. Мы возьмем у имущих и отдадим неимущим, которым это очень нужно. Это появляется буквально в фашизме, нацизме, теологии освобождения, интервенционизме и социализме. Это то, что Берни Сандерс, люди и все они об этом говорят. Это римско-католическая доктрина. Теперь, Папа Иоанн Павел II, который сейчас герой в Соединенных Штатах. Выражение его энциклики 1987 года о социальных проблемах. Необходимо еще раз сформулировать характерный принцип христианской социальной доктрины. Благо этого мира изначально предназначены для всех. Право частной собственности действительно и необходимо, но это не отменяет ценности этого принципа. Частная собственность фактически находится под социальной ипотекой. Она не принадлежит вам. Она принадлежит всем. Это означает, что она имеет, по сути, социальную функцию, основанную и оправданную именно принципом универсального назначения товаров. Итак, кому все принадлежит? Церкви. И никто больше ничем не владеет, даже правительство. Церкви принадлежит все. Если вы вернетесь в историю и перейдете к карте Южной Америки, где папа взял свой палец и сказал, «Теперь это принадлежит моей доброй стране, Португалии. А это вот здесь принадлежит моей хорошей стране Испании. И если вы будете противиться, я соберу это у вас и передам другим». Он положит руку на Чехословахию, на Чехскую республику, скажет, «Ее больше не существует, потому что этот молодой хозяин осмелится оттолкнуть население от Рима. Папа Павел VI цитировал ли Папа Франциск его? Да. Таким образом, каждый человек имеет право найти в мире то, что ему необходимо. Недавний Второй Ватиканский Собор напоминает нам об этом. Бог предназначил землю и все, что на ней есть для использования каждым человеком и людьми. Следовать справедливости и объединяться в благотворительности, созданные блага должны изобиловать для них на разумной основе. Все другие права, включая права собственности и свободы торговли, должны подчиняться этому принципу». «У вас ничего нет». Что касается предыдущего слайда, относительно слов Иоанна Павла II, кажется, что Трамп сейчас против всей этой собственности, всего, что принадлежит всем. Но, как вы сказали, он поддерживает Иоанна Павла II. Совершенно верно. И здесь он цитирует. «Если кто-то находится в крайней необходимости, имеет право добыть себе все, что ему нужно, из чужих богатств». Это именно то, что сказал Фома Аквинский. «Эти люди не святые, они преступники в глазах Бога. И мы называем их, или церковь называет их святыми? Поэтому, поскольку частная собственность аморальна, все люди и правительство несут моральные обязательства распределять товары, несправедливо принадлежащие собственнику». Интересно, верно? Иоанн Павла II говорит, «Все товары включают в себя не только природные товары, но и промышленные товары». Итак, у вас нет права на телевизор, если он кому-то нужен, или ваш автомобиль. Ничего, можно угонять, все разрешено. Неудивительно, что общество находится в том состоянии, в котором оно находится. Они сделали недействительным закон Божий. Эта система названа Богом беззаконной, человеком греха, человеком беззакония. Это то, чем она есть. Она аннулирует закон Божий и утверждает себя в качестве системы моральных ценностей мира во имя того самого, кто узурпирует его власть. Это очень увлекательно. Я просто еще хочу повторить раз. Не думайте, «О, да, но это Папа, это Римско-католическая церковь, на это не стоит обращать внимание». Но, как вы только что слышали в предыдущем эпизоде, Байден и Трамп, они возвышают это установление. И не только это. Фундамент для реализации этих вещей уже сделан. Так что это не философия где-то на горизонте. Она уже у двери. И эта энциклика, которую вы только что просмотрели, также подтверждает, что Рим не изменился. Рим не изменился ни на йоту. А это энциклика Папы Римского Пия, Рерум-Новарум, о положении рабочих классов. Одно из самых влиятельных заявлений Римской Церкви по экономическим вопросам, это энциклика 1891 года Рерум-Новарум, посвященная положению рабочего класса. Ничего не изменилось. Эта энциклика вышла в 1891 году, и каждый папа цитировал ее. В этой энциклике Римское Церковное Государство вступает в союз с протестующим, который в марксизме является главным и последним врагом капиталистического строя. Пи-11, написавший в 1931 году, заявил, что Рерум-Новарум выделяется тем, что она устанавливает даже для всего человечества безошибочные правила для правильного решения сложных проблем человеческой солидарности, называемых социальным вопросом. Это Пи-11, написал в Куадару-Гесиму-Ано. Иоанн 23, он также цитирует Рерум-Новарум, и это папа, который начал Второй Ватиканский собор, помнишь? Безусловно, наиболее заметным свидетельством социального учения и действий, которые Церковь излагала на протяжении столетия, несомненно, является очень выдающееся письмо энциклика Рерум-Новарум. Я хочу сказать вам сегодня, что энциклика, которую только что выпустил Папа Франциск, изложена на этом красочном языке, является ничем иным, как перефразированием Рерум-Новарум. Выпущенные 70 лет назад, нормы и рекомендации, содержащиеся в ней, были настолько важны, что их память никогда не канет в лету. И Папа Франциск просто сделал ее довольно ясной. Он сказал нам, что эта энциклика Рерум-Новарум сыграла важную роль в прекращении капитализма в 20 веке, открыв эру эффективного вмешательства правительства. У вас нет частной жизни. И разве они не подняли это на новый уровень? Что они забрали вашу частную жизнь? Она всегда в вашем кармане, когда вы носите с собой телефон. Как с COVID-19. Постоянное наблюдение. Нет частной жизни. Совершенно верно. Нет никакой частной жизни. Это взято из книги «Духовная мания величия», которую я сейчас цитирую. Она говорит, «Рерум-Новарум было голосом морального артеритета, необходимого для обеспечения эффективного вмешательства всех правительств в 20-е годы. Пи-11 писал, «Поэтому неудивительно, что под учением и руководством церкви многие ученые, священники и миряне серьезно посвятили себя проблеме развития социальной и экономической науки в соответствии с условиями нашей эпохи». Итак, кто разжигает насилие в мире? Церковь. 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 И это были не единственные благословения, которые следовали из энциклики. Учение «Рерум-Новарум» начало постепенно проникать среди тех, кто, находясь за пределами католического единства, не признает авторитет церкви. Цари мира предадут свою власть Церкви, римско-католической системе. Это произойдет. Эти католические принципы социологии постепенно стали частью интеллектуального наследия всего человечества. Поэтому мы также радуемся, что католические истины, столь энергично провозглашенные нашими прославленными предшественниками Львом XIII, продвигаются и отстаиваются не только в некатолических книгах и журналах, но часто также и в загонодательных собраниях и судах. Итак, Байдена этого мира, Берни Сандерс этого мира говорят на этом языке. Это те избранные люди. Увлекательный язык. Тайные общества. Теория заговора. У наших друзей будет урожайный день о теориях заговора. Итак, Джон Робинс резюмирует это и задает вопрос, кто эти избранные люди? Он говорит, эти избранные люди, мы назвали их вспомогательной организацией Церкви, стерео то, что сказал Папа, которые сыграли столь важную роль в прекращении системы свободного предпринимательства XIX века и замене системы эффективного вмешательства и правительства в XX веке. Кто эти избранные люди? Я не знаю. Я думаю, что мы каждый день видим их, как эти избранные люди говорят с экранов наших телевизоров. Пей написал в его энциклике, При фашизме владельцы собственности действительно могут сохранять свои права, собственности, но использование их собственности, как писал Лев XIII, является обычным явлением. Это именно то, что сказал Папа Франциск. Фашизм – это форма социализма, которая сохраняет формы и атрибут капитализма, но не его сущность. При фашизме права собственности и документы остались нетронутыми, но институт частной собственности исчез. Вы, кажется, владеете землей. Вы, кажется, находитесь в своем собственном винограднике. Но Ахаб говорит «Я хочу его». И Изавель говорит «Я достану тебе его». И если он не захочет отдать, я убью его. Это очень интересный сценарий. Правительственные постановления и предписания заменили частную собственность. За это различие между юридической собственностью и фактическим использованием фашисты в долгу перед римским церковным государством. Это вышло из уст римско-католической системы. Когда мы говорим о реформе институтов, на ум в основном приходит государство не так, как если бы от его деятельности можно было ожидать всеобщего благополучия, а потому что вещи пришли в такое прошлое из-за зла того, что мы знаем как индивидуализм, то, что произошло после свержения и почти полного исчезновения той богатой общественной жизни, которая когда-то была высоко развита через ассоциации различного рода. Поэтому социальная политика государства должна быть направлена на восстановление отрасли и профессии. Давай вкратце. Мы хотим вернуться в средние века. Вот что он говорит. И он говорит об исчезновении той богатой общественной жизни, которой история повернула в темные века. Вот когда мы направляемся, но будет еще хуже. Эксперимент с экономической свободой, написанный PM11, должен закончиться, и экономическая жизнь снова должна быть подвергнута планированию и управлению. Итак, мы обсудили последнюю энциклику Папы, которая идет после Лаудату Си, где мы имеем дело с заботой об окружающей среде и введением концепции покоя или отдыха определенного римско-католической церковью. Теперь мы добавляем братство и социальную структуру. Затем идет моральная директива и социальная директива. И это диктат римско-католической церкви. Пусть Бог даст нам мудрость, когда мы подойдем к этой системе. И я хочу закончить повторением утверждения, которое мы читаем в книге Джона Робинса. Где автор утверждает, мы уже читали это, римское церковное государство в 20 веке, а теперь скажем в 21 веке, однако этот институт, эта система восстанавливается после смертельной раны. Если и когда она восстановит свою полную мощь и авторитет, она установит режим более зловещий, чем когда-либо видела эта планета. Это на странице 195 этой книги. Да не спошлет Бог милость человечеству, и пусть они найдут убежище под крылом Иисуса Христа, чтобы они могли понять, что такое настоящая свобода. Она связана с Его законом. Она связана с Его законом, который является отражением характера Бога и дает вам права, от которых они безнаказанно лишают вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы направляемся к самым последним моментам земной истории. Мы живем в очень серьезные времена, и осталось только одно решение, потому что я знаю, Господи, что цари мира отдадут свою власть этому зверю, и решение, камень, оторванный без содействия рук человеческих, который ударит статую и прекратит работу систем, так что даже пыли не останется. Пусть этот день наступит скорее. В имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok